И вот неизвестный попытался поджечь КПП Нижегородского УФСБ на Малой Покровской. Говорят, кинул, значит, этот коктейль Молотова, а тот что-то не сработал, вернее, сработал, но не поджег. И вроде кого-то задержали. То есть, потом уже, я так понимаю, задержали. А потом тот, кто это кидал, или кого-то назначили кидальщиком, потому что, вы понимаете, они могут любого схватить, скажут, вот он кидал, пинать, как футбольный мяч. Крупный пожар охватил зернохранилищный комплекс в Тамбовском районе, а Тамбовский район находится в Амурской области. То есть, в Амурской области сгорел огромный элеватор, битком набитый зерном. То есть, так вот они пишут. Как бы крупный комплекс. То есть, на самом деле, это здоровенный элеватор. Вот. И меня спрашивают, кто это сжег. Да кто хотите. Ну, партизаны силой мысли, китайцы, конкуренты, недоброжелатели, пироманы. Сейчас закручивается такая ситуация, да, когда все начинают действовать совершенно одинаково. Да. Ну, как пироманам действовать? Ну, так же они видят, все горит. На них это впечатление определенное производит их. Это подначивает. Конкуренты какие-то смотрят. Нифига себе. Стоит целый элеватор. У них рядом такой же, да. И конкурирует. Ну, а почему стрелки не перевести на экстрасенсов каких-то и так далее, и не попалить. Китайцы тоже совершенно четко будут работать в этом направлении. Поэтому это будут сейчас общие усилия. Путин даже не представляет, с чем он сейчас столкнется. Столкнется с ужасом, который нельзя победить и не сможет остановить. Вот посмотрите. В Мельковском районе Камчатки, короче, тушили-тушили, не могли потушить филораму. Ну, я так понимаю, судя по размерам, это завод такой по переработке древесины, да. Ну, такой, я имею в виду, первичной переработки. Сахарный комбинат «Большевик» в селе Головченко Белгородской области тоже того сгорел. Бывает, что я могу сказать. И тоже я, с меня спросят, а кто? Фиг ее знает. А кто угодно. Повстанцы, партизаны, экстрасенсы, пироманы, конкуренты. Ну, китайцы навряд ли. Украинские, украинское спротивление и так далее. Кто хочешь, может быть. То есть, если вот спрашивают, а кто это сделал? Хер я знаю. Ну, там уже заявляют, что это поджог. То есть, там точно не машина сломалась. Бывает. В Петропавловске, на Камчатке, какой-то на судоремонтном заводе судно горит. Какой-то СТР Орлова. Что-то судам с названием Орлова очень сильно не везет. Я так понимаю, что тоже кто-то там полыхнул. И тоже кто угодно, может быть. Конкуренты, партизаны. Кто-то, кому денег не заплатили. Сейчас же вы понимаете, огромное количество людей, перед которыми долги. Или они думают, что перед ними долги. Они сейчас хотят таким образом эти вопросы решать. Скажут, ну, если по всей стране идет волна такая пиротехническая. Почему бы в этом не принять участие? Плохая вентиляция, зерно горит само. Это да. Это точно. Только, ну, вы знаете, сейчас очень большое количество началось пожаров на переработке и на элеваторах. И так далее. Раньше оно что, само не горело? Горело. Но почему-то столько не было. Ночь в районе Славянской площади Саратова, да, сгорел нежилой дом. Представляете, я даже не знал, что там площадь Славянской назвали. Я всю жизнь жил в Саратове, не знал. В общем, я так понимаю, ну, дом нежилой, находится на территории, которую Володин, где тоже жилые дома, там деревянные такие, разрушенные, подпертые. То есть, никому ничего хорошего не предложили, а место центровое. И вот в Борисоглевске тоже само, наверное, сгорело. Сожгли автомобили руководителя фракции. Борисоглевской городской думы, а фракция эта, справедливая Россия. Ну, в общем-то, она ничем не лучше единой России. Хотя там вполне возможно, что его машину сожгли единороссы или какие-нибудь другие конкуренты. Ну, или экстрасенсы. Я не знаю. Вот когда меня спрашивают всегда, так вот, пишут, скидывают информацию. Это экстрасенсы, это наши? Не знаю. Откуда я знаю? Да и знал бы, не сказал бы. Помилуй бог, вы чё. Даже интерес, не�,... Так. Тихо. 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 Ха. Продолжение следует...